Этот круглосуточный сетевой магазин на Нижнем ПЛК возле автобусной остановки знаменит не высоким качеством товаров или низкими ценами, а постоянным шумом, грязью и просрочкой на полках. Люди вынуждены сюда ходить, так как это единственный супермаркет в районе, но каждый визит – сплошные нервы. Раньше еще более-менее, а сейчас безобразие творится полнейшее. Не соответствуют ценники товаров, того, что стоит здесь. И не пройдешь к полкам, вот это, видите, бордак. Ситуация вокруг ценников здесь, пожалуй, самая популярная. Наглядный пример – три полки, ни одного ценника, однако товар продолжает выкладываться. Сотрудник буквально только что убежал, увидев камеру. Наверное, товар этот бесценный или, может, раздают бесплатно на кассе. На жалобу депутат Владислав Рымша отреагировал моментально. Пригласил Роспотребнадзоры, представителей торгового отдела, администрации муниципалитета и пошел проверять работу магазина. Результат неутешительный, критика оправдана. Обращаешься к работникам магазина, ответ – или моя, твоя не понимают, или они только заступили. И так 10 лет. И писалось в жалобную книгу, и не только я. Люди возмущаются. Это гос и ныне там. За час рейда общественники набрали несколько корзин просроченных товаров. По закону, такие продукты сотрудники торговой точки должны утилизировать на месте. Сардельки Баварские. Срок годности истек еще 15 января 2021 года. Сегодня 29 января. Две недели они лежали на полке. Скажите, вы сами бы такую зелень ели? Нет, конечно. Однако покупателям всегда приходится быть на чеку. Не доглядел и просрочка уже в вашей корзинке. Управляющая супермаркетом оправдывается тем, что заступила на должность всего неделю назад. Так сказать, порядок еще не успела навести. Я обещаю, что это все исправится. Ну, как бы, такие факты имеют быть место. Вы об этом знаете? Да, я об этом знаю, я с этим борюсь. Я к этому предлагаю все усилия. Вы прислушиваете, что вы здесь неделю только работаете? Да, я не всесильна. Кто же жители подходят, ко мне обращаются, я объясняю. Я не всесильна. За один день я исправить не могу. Ну, работа в этом направлении идет. Конечно, мне нужно для этого время. Сколько нужно времени для того, чтобы решить этот вопрос? Чтобы этот вопрос с ценниками решить? Это максимум неделя. Максимум еще неделя, да, получается? Да, ну уже не меньше недели. Магазин расположен на первом этаже многоквартирного дома. Работает 24 часа. Один из пунктов – жалобы жителей. Шум в ночное время от разгрузки товаров. Погрузоразуточные работы, связанные с перевозом товара в магазин, ведутся ночью. Жители жалуются на шум, который происходит в связи с этими работами. Вот сегодня мы как раз вышли для того, чтобы проверить работу магазина. Представители торгового отдела администрации Ленинского городского округа выявили все факты нарушения закона о правах потребителя. Однако готовы дать поблажку недавно назначенному сотруднику на должность управляющего. Мне даны все рекомендации по этому поводу, по поводу разработки и согласования схемы разгрузочно-погрузочных работ для того, чтобы в первую очередь исключить недовольство местных жителей, так скажем, жителей, проживающих в доме, где располагается магазин, от повышенного уровня шума, особенно в ночное время. Администрация провела мониторинг по проверке поступающих жалоб, получила всю необходимую информацию, которая будет направлена в соответствующие полномочные органы для принятия санкций и штрафов. То есть штрафы, естественно, здесь не самоцель, это стимулирующая мера, так скажем, для того, чтобы эти нарушения больше не повторялись. Уходя из магазина, общественников ждал еще один неприятный сюрприз. Нерабочие контрольные весы, а это уже серьезное нарушение законодательства, за которое предприятию грозит немалый штраф.